всем добрый день с вами психолог коробкова наталья сегодня я хочу ответить на вопрос который очень часто мне задают под видео который я снимаю про нарциссов про нарциссическое расстройство личности последний из этих видео это был психологический разбор фильма жена и в том числе фильма он и она и меня все время там вот спрашивают почему эти жены не уходят от нарциссов или почему им так трудно уйти почему их тянет назад и поэтому я решил ответить на этот вопрос видео я это назову почему тяжело уйти от нарциссов и значит отвечаю теперь раскрываю эту тему ну во первых нарцисс он на то и нарцисс что он умеет либо очень хочет и очень старается создать о себе грандиозное представление ну если конечно это не скрытый нарцисс скрытый нарцисс там действует чуть-чуть по-другому но все равно мотивы у него и у скрытого нарцисса на самом деле такие же как и у грандиозного поднять свою очень низкую самооценку которую он всячески скрывает и показать свою значимость и это ему удается в основном самоутверждаясь на понижение самооценки других в общем нарцисс создает о себе определенный образ он красуется он показывает себя насколько может с хороших сторон он может играть он может манипулировать он в одной компании создает одно впечатление общаясь с другими людьми он может создавать другое впечатление то есть он скажем так хамелеонит играет и не всегда понятно когда он настоящий а когда нет когда он врет когда говорит правду есть но создается в общем у людей которые с ним общаются может создаваться некая путаница и поэтому одни люди будут говорить да вы что этот человек просто прекрасный он такой душка или она и в общем итогах все хорошее потому что там он себя так показал а другой человек будет говорить да вы просто не знаете какой он на самом деле какой он в семье или какой он в отношениях со мной например вот то есть это как будто бы два разных человека и вот эта обманчивость вот эта запутанность может запутывать жертву так называемую в сетях такого человека и дальше что второе он делает так как он старается все-таки возвыситься за счет обесценивания другого вот это обесценивание очень часто в итоге срабатывает как говорится капелька по капельке да как так капля камень точит и вот потихоньку потихоньку вашу самооценку подрывают вашу уверенность себе подрывают постепенно вы перестаете доверять себе больше слушаете человека да вот с нарциссическими чертами в потому что он так как-то уверенно или она очень уверенно их проталкивает очень уверенно о чем-то говорит рассуждает убеждает и человек ну как будто бы перестает себя слушать а слушает вот этого другого и и со временем самооценка становится такой низкой что человеку трудно покинуть нарцисса потому что нарцисс у него стоит на первом месте а он у себя на втором то есть грубо говоря не вы являетесь как это сказать центром своей вселенной а ваш партнер с нарциссическим расстройством он становится центром вашей вселенной и тогда получается что все внимание сосредоточено на нем слушаем мы только его прислушивали ну или ее я сразу говорю его имеется ввиду человека прислушиваемся себе не доверяем доверяем ему присматриваемся к настроению этого человека подстраиваемся под это настроение потому что настроение там будет перепадами люди неосознанно начать ловить это настроение стараться угодить не испортить значит смягчить острые углы если что взять всю вину на себя даже там где не виноват потому что нарциссу свойственно винить человека стыдить то есть такие проекции свои накидывает на другого человека уходя от ответственности переводя стрелки занимаясь так называемым газлайтингом и со временем значит человеку который попал в сети от нарцисса он уже автоматом берет на себя вину лишь бы не ссориться лишь бы сейчас вот не было вот этого как или какого-то молчания напряженного вот этой какой-то гнетущей атмосферы в семье как бы вот вот лишь бы опять у на него или у нее поднялось настроение и все было бы хорошо и я уже готов за все попросить прощения сгладить подмазаться где там поэт поклоуна одничать лишь бы там у этого человека поднялось настроение ну в общем вот таким образом вы отходите от своих собственных интересов и желаний и пониманием себя вообще своих ценностей ощущением себя там своего тела своей души и настраивайтесь нового на волну вот того человека и все все ваше внимание туда вы смотрите туда вот как собака на хозяина как вот щенок вот такими поросящими глазами умоляющими чтобы вас в очередной раз не обидели и круг замкнулся начинается какая-то привычка уже и что сюда еще прибавляет сюда прибавляется адреналиновая зависимость привычка жить в страхе привычка жить в эмоциональных качелях привычка прислушиваться к чужому мне нету спокойствие нету спокойствие от отвыкаешь привыкаешь постоянному шторму бури или вот вот таким вот волнам к американским горкам привык настолько что чуть ли не подсел уже на это с точки зрения физической химической зависимости и потом когда этого нет кажется что как-то скучновато что-то не то вот с другим партнером хорошим любящим умеющим любить нежным и ласковым что-то не то что-то он какой-то не харизматичный или она какая-то не уверенная в себе чуть она такая вот спокойно и добрая она же должна быть уверенно напористая с перепадами настроения с какими-то в общем выпадами такими и ну то есть вот она пожалуйста адреналиновая зависимость это про это у меня есть отдельное видео также у меня есть видео психологический разбор фильма качели 2004 года там я как раз рассказываю и точнее но пока показываю на примере этого фильма про что такое эмоциональные качели там женщина она сидит на этих эмоциональных качелях без них она не может ей скучно она сама создает некий драйв в своей жизни и только на этом драйве ей кайфово и кажется вот она и есть любовь вот а когда все спокойно и когда я у нее идеальный муж вообще вообще не подходит вот ну а муж там естественно созависимый ну вот и идем дальше как раз подходим к теме созависимости жертва нарцисса это всегда созависимый человек у него говорит всегда да как говорится никогда не говори никогда и и не говори всегда но 99 процентов это созависимые люди что такое созависимый человек это человек с травмой отвержения который боится одиночества но это не просто страх остаться одному нет это детская травма это когда человек падает в детские чувства или застревает там и вообще с ними все время ходит и есть страх что тебя отвергнет твой родитель но от тебя откажется мама или папа тебя бросят может быть угрожали что вот будешь себя плохо вести мы тебя в детский дом сдадим или если ты не будешь вот такой как мы хотим вот заниматься тем чем мы хотим вот бы профессию выбрать такую которую мы хотим они ты очень не будешь нас слушаться ты нам никто ты нам не сын то нам не дочь вообще забудь про ну и и так далее то есть вот такие то вещи в раннем возрасте уже внушаемые могут создавать дикий страх что меня оставят на улице меня дадут детский дом со мной как-то разделаются может быть меня будут бить там уничтожать эмоциональный какой-то или физический абьюз будет или будут морить игнором месяцами в общем это настолько страшно что легче проси попросить прощения там где не виноват даже не понимаешь что за что ты это делаешь обходить острые углы потакать чужому настроению подмазываться подлизываться быть удобным быть никем из ну и вот просто подпевать кому-то вот так примерно образуется зависимость это детский страх потом этот человек неосознанно совершенно притягивает к себе подобного партнера партнера который как раз так же как его родитель не способен на эмпатию с эмпатией там все грустно там есть эмоциональная холодность может быть даже жестокость может быть даже местами садизм находится такой человек неосознанно на него очень сильно тут же торкает и кажется вот он или она это то что мне нужно на самом деле это просто такой триггер из детства и какая там основная сцепка а как раз вот этот вот нарцисс он как раз очень четко ощущает вот этих эмпатов он ищет эмпатов потому что эмпат ему нужен для поднятия его самооценки для питания и вот чтобы этот эмпат боялся его потерять очень сильно любил очень сильно был от него зависел чтобы можно было этого эмпата взять под контроль и сделать свои вещи и просто эмоционально питаться вот и вот таким образом эти два человека друг друга находит нарцисс получает то что нужно ему власть контроль ощущение всемогущества его боятся потерять он мега нужен а созависимый значит находит себе те же эмоциональные страдания что и в детстве но так как нарцисс нуждается в эмпатии как в пище созависимый думает что вот она и есть это любовь во мне так сильно нуждается он без меня пропадет вплоть до того что нарцисс может если вдруг эмпат все-таки решит что что-то здесь совсем все плохо и надо уходить может начать манипуляции другого рода не грандиозного а наоборот например игра в жертву я бедный несчастный а ты меня бросаешь вот я без тебя покончу жизнь самоубийством или я без тебя сопьюсь или я без тебя с наркоманюсь или я вообще там пойду по черной дорожке или еще что-то или или как начнет вспоминать какой-то какие-то тяжелые моменты из детства в общем для того чтобы импата вызвать жалость и на этой жалости импат он очень на это падкий и начинает жалеть этого нарцисса забывая все плохое что он ему сделал и снова они вместе через некоторое время нарцисс опять начинает свой абьюз но импат страдает и ну а потом снова какие-то манипуляции чтобы эту болезненную связь все-таки сохранять вот так вот такая вот у них сцепка поэтому в принципе кстати это видео можно было конечно назвать нарциссы созависимый чтобы было понятно но почему почему человек почему не уходит почему тяжело уйти от нарцисс на самом деле в общем-то это похожие темы да хорошо что я еще не сказала давайте я посмотрю свои записи да конечно еще что может держать рядом с нарциссом это финансовая зависимость как правило это финансовая зависимость у женщины потому что нарциссы очень мужчины очень часто добиваются финансового успеха ну вот и благодаря своим таким амбициям желанию всем и вся доказать и ну в общем быть на высоте они там готовы по головам идти еще что неважно в общем частенько они добиваются успеха и поэтому а жену они чаще всего делают зависимый финансово стараются чтоб она не работала чтоб она от них зависела что все документы были у него на него еще как то в общем случае чего чтобы можно было манипулировать угрожать и чтобы вот это его жертва никуда от него не делась ну такая вот тоже может быть почему не уходит так все в принципе все остальное я сказала самое важное и так как можно выйти из таких вот созависимых отношений с нарциссическим человеком эта работа над собственным я чтобы стать чтобы вы стали центром своей вселенной это самооценка это раб проработка детских травм это осознание того что с вами происходит и идеальный вариант если вы финансово независимый ли у вас вообще есть какие-то пути для отхода то тогда это гораздо больше ресурсов чтобы все-таки выйти из этих отношений потому что бывает так что можно психологически очень многое проработать но если это не подкрепляется финансовой независимостью чтобы было куда уйти и на на что жить на что судиться например разводиться или делить имущество если этого нету все равно это будет сделать очень тяжело поэтому идеальный вариант готовить все-таки на если вы чувствуете что все может плохо закончиться и ваше здоровье в этом в этом браке в этих отношениях заканчивается надо начинать готовить финансовую подушку безопасности который на которую потом можно будет опереться чтобы еще и официально развестись разойтись и самой суметь встать на ноги ну и жить дальше без этого человека это больше я сейчас говорю женщинам они чаще такие ситуации попадают собственно говоря все всего вам доброго до свидания все мои контакты внизу в описании под этим видео